Очевидно, что вскоре российские заводы иностранных марок начнут массово обретать новых владельцев. Так, на заседании Российско-Китайского делового совета прибыла обширная делегация предпринимателей из Поднебесной, в состав которой вошли представители компании J.L.E., которые активно интересовались судьбой конвейера, принадлежащего Солерсу. Предполагается, что после завершения переговоров Поднебесный производитель может занять автозавод холдинга во Владивостоке. Официально Мазда не собиралась сворачивать производство машин на Дальнем Востоке окончательно и бесповоротно. Но если японцы таки решат оставить сборочную площадку, то замена им, очевидно, уже найдена. Уточним, что сейчас J.L.E. попадают на российский рынок из Белоруссии, где работает борисовский завод Белджи, выпускающий Кулрэй и Атласы по полному циклу. Вторая площадка поможет усилить позиции бренда прежде всего на востоке России. Помимо J.L.E. активами Солерса интересуется Черри. Причём эту компанию интересует не только Маздовский конвейер во Владивостоке, но и завод Солерс Форд в Елабуге, а в качестве контрактной сборки даже Ульяновский автомобильный завод. И на всех трёх площадках представители Черри уже побывали. Вокруг московского завода, ещё недавно принадлежавшего компании Рено, возник информационный вакуум. Хотя несколько недель назад здесь бушевал самый настоящий новостной шторм. Так чиновникам столичной мэрии сначала показали слайды, на которых демонстрировалась будущая линейка моделей, которые предстоит освоить заводу, сменившему название на «Москвич». На слайдах явственно просматривались машины китайской марки «Джак». КамАЗ, готовивший презентацию, поспешно открестился от очевидных совпадений. Дескать, так вышло случайно. На этом фоне громом прозвучали заявления представителя иранской диаспоры, который заявил, что столичный конвейер освоит некая ближневосточная марка. И КамАЗ, и «Москвич» опровергли факт российско-иранских переговоров по данному вопросу. Однако, как стало известно телеканала «Автоплюс», «Тегеран» действительно предложил свою модель. И это даже не автомобили холдинга «Иран Хадро», о которых мы рассказывали ранее, а это «Рено Логан» первого поколения. Иранская компания «Сайпа» благополучно национализировала его после ухода «Рено» с местного рынка и в 2020 году перезапустила своими силами под именем «Сайпа Рено Парстон Дар», то есть «Персидский Гром». Слегка перелицованный седанчик по нынешним временам выглядит неказисто. Хотя, повторим, это лишь предположение, которое российская сторона пока не приняла.